шанатова дорогие друзья суккот это один из трех праздников в которой каждый еврей был обязан посетить иерусалимский храм где приносились праздничные жертвы соответствующий этому дню во время существования храма суккот приносили в жертву 70 быков по количеству народов населяющих землю целью этих жертвоприношений было искупление грехов всего человечества дорогие друзья если мы внимательно присмотримся к этому празднику то мы увидим что он особенный праздник и он приходит так сказать очень внезапно вот например на подготовку празднику пейсах у нас предостаточно времени примерно за месяц до начала мы начинаем изучать законы связаны с пейсах да и перед рожжа на дорогие друзья был у нас целый месяц и люль в течение которого мы усердно раскаивались совершенных нами ошибках проступках и просили у всех прощения и конечно же трубили в шафар то же самое можно сказать и про другие праздники например с ханукой или с пейсахом времени предостаточно чтобы подойти осознанно к ним а вот просто код так сказать нельзя он буквально начинается сразу после емки пура мы только пришли немного в себя после поста а тут покупка 4 видов растений арбами ним строительство суки закупка продуктов и конечно же приготовление вкусной вкусной пищи на все про все у нас пару дней даже морально сложно успеть перестроиться нам также известно дорогие друзья что в торе сказано что суккот празднуется в честь облаков славы которые защищали еврейский народ в пустыне на протяжении всех 40 лет если здесь речь идет о таком большом периоде времени в течение которого каждый день и каждую ночь мы были под чудесной защитой всевышнего то почему же праздник приходится именно на эти дни и почему настолько близко к юн кипуру давайте попробуем разобраться в книге береши дорогие друзья рассказывается о нашей праматери рахель которая после долгих лет страдания и молитв наконец-то родила сына и назвала его юсеф что означает добавит юсеф ашем ли бы нахер всевышний добавит мне еще одного сына такое поведение рахель выглядит в наших глазах очень непонятным ей всевышний послал сына после многих лет бесплодия она сразу же молится о следующем на первый взгляд кажется что после стольких лет ее страданий должны охватить ее радость благодарность и удовлетворение но нет рахель продолжает молиться и просить всевышнего дальше это означает что за годы молитв и упование на всевышнего рахель так сильно приблизилась и так сказать привязалась творцу что ни за что не захотела потерять эту связь с ним получив подарок от всевышнего виде сына она не захотела вернуться к обыденной жизни можно сказать не могла просто сказав спасибо погрузиться в свои мирские заботы рахель захотела и дальше находиться вблизи всевышнего как в тяжелые так и в радостные моменты всей своей жизни пример рахель дорогие друзья помогает нам понять связь между праздником рожа шана емкий пуром и праздником суккот в ней рожа шана емкий пур каждый из нас так сильно приблизился как ко всевышнему и теперь мы хотим продлить хотя бы еще на неделю это великолепное состояние поэтому праздник суккот наступает незамедлительно чтобы дать нам возможность продлить нашу связь и близость с творцом это происходит в атмосфере любви и тепла испытывая чувство безопасности от того что находимся под крышей суки в непосредственной охране всевышнего дорогие друзья дни праздника суккот времени нашей радости желаю вам всем насладиться благословлением которое мы получаем с небес думаю что каждый из нас входя в шалаш будет использовать это время для того чтобы вновь ощутить определенную важность духовного аспекта нашего бытия того что всевышний охраняет нас что он дарует нам любимую семью здоровье и верных нам друзей желаю много радости и хорошего сладкого года хак сами их будьте здоровы ваш раввин каплан